Сейчас я вам открою тайну. В жизни каждого мужчины наступает такой момент, когда к нему приходит Войско железных солдат. Нет, игровая импотенция. Вроде и хочешь поиграть, но не можешь. И чтобы миновать игрокризис, поможет канал Jason Kent 04, где автор играет за вас. И без всяких петросянских шуточек и визгов. Хардкорное молчание и выдержка, что позволяет насладиться игрой. На канале уже есть Alan Wake Remaster, Evil West и Человек-паук. Зацените и поддержите автора подпиской. Ссылка на канал в описании. Примерно 5000 лет назад таракан из другого края галактики впервые решили уничтожить хомо-сапиенсов и запустили на землю метеорит, только не подрасчитали с размерами булыжника. И он даже не повысил температуру на полградуса. Но благодаря тому, что метеорит содержал редкий газ Тони Старканол, который прокачивает инженерию до максимума, местные аборигены, надышавшись от этого газа, развили технологии до уровня пердаторов. Ведь когда 5000 лет назад метеориты считались насморком богов, аборигены сумели отлить из него машину времени. Да вот только первый предок Марти Макфлая не успел изучить инструкцию эксплуатации треугольника и случайно уничтожил целый город. После чего сразу же объявился антип***цов ОМОН, исследуя по примеру своих египетских коллег, которые оставляют всемогущее злобное существо живым, вместо того, чтобы расплавить шайтан-треугольник, в раскаленных пуканах хейтеров Хогвартс Легаси разделили его на две части и спрятали в разных частях света. И по классической инструкции Банасов, написали точные координаты обломков и то, что для их починки нужен специальный ключ, чтобы опасную штуку, которую никто не должен найти, нашел какой-нибудь шизофреник и уничтожил планету. Но на радость жителей Земли, антип***цовый ОМОН оказался жесткими троллями и сделали так, что заполучить обе части треугольника можно лишь при параде планет, который проходит раз в 5000 лет. И вот общество богатых старых пердунов, которым уже ни молодые девочки, ни яхты, ни виллы не приносят удовольствия, назвали себя иллюминатами, или на сленге психврачей хромосомники, и стали ждать, когда настанет парад планет. И настолько сильно пердуны хотели завладеть шайтан-треугольником, что за 5000 лет даже не отыскали спецключ, без которого невозможно найти половинки. И для поиска ключа хромосомники нанимают археолога Савита за баклажку Жигулевского, который, не имея понятия, где искать ключ, начал отрабатывать свой гонорар, успокаивая пердунов, что ситуация сама как-нибудь разрулится методом Доминика Солярова. Первый день парада планет. А мы так и не смогли продвинуться в поисках ключа. Я абсолютно уверен, что мы найдем решение к началу основной фазы парада планет. В такие вещи надо просто верить. И вместе с иллюминатами в состязании названия лучшей бонас 2001 года принимает участие бывшая Бродопита, а точнее еще будущая, молоденькая расхитительница гробниц Ларочка Крофт. Ведь чтобы отбиваться в переулках от сперматоксикозников, Лара прокачивает свои боевые скиллы на железной болванке, превращая в металлолом робота с искусственным интеллектом, на разработку которого ее айтишник потратил не один миллион с ее счета. Она использует его в качестве мишени, еще и в полностью бесполезной тренировке. Ведь все оружие робокопа, это набор юного слесаря, с которым на нее в этой жизни, если повезет, нападет только пьяный трудовик. К тому же люди, в отличие от огромных роботов, могут прятаться за укрытиями и шмалять из огнестрела. Поэтому такая тренировка, лишь бессмысленная трата огромного количества денег. Сразу видно, что Ларочка водит шашни с тем, кто покупает банки со сдачи от хлеба. Как ты забрал дом у банка? Я купил банк. И в свое окружение Ларочка нанимает таких же психов. Бюджетный Тони Старк, который создавая металлоломного спарринг-партнера, не записал в него три закона робототехники. А ты внес в программу запрет на мое убийство? Честно говоря, не внес. Сынок, думать надо. Хотя как мужик может думать мозгами, если Ларочка регулярно светит перед своими работниками голыми булками? А может и не только светит. Пожалуйста, конкретнее. Во все щели. И так как первым искать треугольники судьбы начал батя Лары, он нашел спецключ, спрятал его в своем подвале, предварительно затолкав часы. Еще и как-то сумев их заколдовать, чтобы они начали тикать на весь дом за неделю до парада планет. И хорошо, что в эту ночь Лара была дома, а не на ночной тусовке. Слышит тиканье. И не жалея бабок на ремонт, вскрывает тайник самым быстрым методом. И тем же самым идиотским методом разбирает часики. Потому что искатель древности и зачастую хрупких вещей не знает о том, что вот такими ударами можно повредить то, что находится в тайнике. После чего такую вещь уже никому не продать и останется только приговаривать. А теперь плакали мои денежки. И чтобы узнать, что за штуковину она нашла в часах и за сколько ее можно толкнуть в ломбарде, Ларочка, как типичный мотохруст ловили, прямо по встречке гонит к знакомому антиквару. И пока ждет его, встречает своего молоденького, еще не подкачанного, но уже подбухивающего Джеймса Бонда, которому сразу предъявляет, что не по-пацански это из ее дома воровать вещи, чтобы обменять их на бухло. Лара, неужели мы все время должны ссориться? Это же глупо. Ты украл у меня подсвечник. Вы часто пьете алкоголь? Слишком. Алкаш. И намекнув Бонду, что из дырочек ему светит только горлышко бутылки, Ларочка уходит на консультацию к антикварщику, который в курсах о планах пердунов заполучить ключ и за годовую подписку на программу Битвы экстрасенсов сводит Лару с Манфредом. Но во время изучения фотки ключа, Ларочка учуяла в нем пи***ло и вежливо сливается со встречи. Впервые вижу столь прелестный экземпляр, о котором так мало знаю. Он лжец. Ну а Манфред, который прошел экономический курс гопников, бабло в кармане придержи, а то, что нужно укради, вместо торгов с Ларочкой за ключ направить к ней ЧВК спиздили, чтобы заполучить ключ бесплатно. И наемники, имея приказ убить всех жильцов дома, айтишника запирают в трейлере, чтобы он их увидел и поднял тревогу. И вот боевого робота айтишник додумался создать, а поставить охранную систему по периметру всего двора нет, только внутри дома. И когда спи***чики и так без проблем зашли в дом, то за какой-то хрен решили десантироваться через крышу, сорвав Ларочки занятия Тарзанской йоги. И по ходу Джолинка мутила с магнитом, и обзавелась способностью отгонять пули. Ведь при такой кучной стрельбе на близкой дистанции, только Супермен не стал бы заготовкой для шавухи. А она продолжительно сайгачит по стенам, не опасаясь, что в нее попадет хотя бы одна пуля. Еще и параллельно мутила с Черным Адамом, и своими хилыми ручонками толкает мужиков с импульсом пушечного ядра, что они своими тушками ломают каменные перила. И вот снова Джолинка выживает при огне, от которого шанс погибнуть, как во время удаления коренного зуба с Мауга. И из-за больших проблем с башкой и иммунитета на пули, Ларочка за какой-то хрен начала тратить время, чтобы обрезать спецназу веревки и драться с ними, когда первым делом должна была бежать спасать ключик. Но от сотрудников Лары и ожидать нечего, когда те получают зарплату лишь видами ее голой жопы. Против роты спецназиков с автоматами, Алифред пошел с помповым дробашом, не взяв патроны для перезарядки. И когда слева был открыт солдат, стреляет в бронированное стекло. И пока Дворецкий позорит мужской рот, Ларочка, вместо того, чтобы подобрать автомат наемника и бежать за ключом, спускается за оружием в гараж, но не успевает его взять и вступает с пи***чиками в бой отвертками. А когда стало скучно, решила повыпендриваться, что умеет водить мопед не хуже каскадерыча. И пока страдала херней, тратя в пустую время, хромосомы спокойно забирают ключ и сваливают во свояси. Ну а это просто комбо антипрофессионализма. Помимо того, что Лара не признала своего, так еще и промазала в упор на метр. И так как Лара живет по воровским понятиям, сообщать в полицию о краже и попытке убийства она не стала, а просто начала генуборку, когда должна была у вырубленных наемников вызнавать сейчас, кто их нанял. Но походу Джолинка просто дала им прийти в себя и уйти, потому что больна редкой формой шизофрении. Хотя тут же становится понятно, что шизанутость Ларочки досталась от Бати, который следуя первому закону Дамблдора, опасное дело ты сам не решай, лучше другому его передай. Еще при жизни решил спихнуть на дочку задачу по уничтожению обломков шайтан-треугольника. И перед смертью приказал доставить ей записку именно в день парада планет. Письмо моего отца. В котором, следуя второму закону Дамблдора, решил о чем-то важном сказать. Опиши все так, чтоб ни хрена не понять. Написал подсказку по поиску шайтан-треугольника стихотворением. В одно мгновение видеть вечность, огромный мир в зерне песка. Я не понял. Ну очень интересно. Рассчитывая на то, что Лара будет знать, на какой полке лежит нужная книга и на какой странице написан этот стих, где батя Дуралей уже оставил более подробную инструкцию. Я не справился и должен переложить на твои плечи страшное бремя. Найди и уничтожь обе половинки треугольника. Вот только без ключа, который все равно был у него, невозможно будет заполучить половинки треугольника. И стало быть, если бы батя просто уничтожил бы ключ или спрятал бы его в сортире села Кукуева, никто бы и никогда не нашел бы треугольники. Но батек взял и на ровном месте подставил дочку, которую только чудом не убили. Именно так и поступают хорошие отцы. Еще и письмо прислал за день до пара на планет, когда мог хотя бы за месяц, чтобы у Лары было больше времени подготовиться. И так как антиб***цовый ОМОН расписал, где и как найти треугольник, который не должен найти ни один человек в мире. Помнишь, Жасмин, который растет лишь в одном храме на древней Кхмерской тропе в Камбодже? Найди его, и ты увидишь вход в гробницу танцующего света, где спрятана одна из двух половин. Ларочка, минуя пробки, прибывает в Камбоджу форсажным методом, но пердуны ее опередили, но всего в один час, чтобы найти обломок, они пригнали с десяток людей проломить вход в пещеру, где лежит обломок, когда с этой задачей справился бы один белорус. Но я вообще-то трактор имел ввиду. Ко мне не обращайся. Везет, что с ними Джеймс Бонд, который всем раздал водяру с ритболом, сам встал в упряжку и со стеной долго не возились. А Ларочка, без мантии-невидимки, решила пробираться в храм через черный вход. Через жопу, что ли? Который находит благодаря Джеймсу Бонду, который ранее спаивал ее до белой горячки и откуда ни возьмись появился призрак и показывает нужный проход. Что происходит, Альфред? Эээ, как бы это описать? Хорош гухать. И пока Лара летит ломать ноги, но тут же благодарит природу за проросшие лианы, в храм с парадного валивается конкурирующая фирма и Манфред просит Бонда отработать гонорар и разобраться, как достать треугольник. И Бонд приступает разгадывать головоломку с мечами. У тебя есть меч? Большой меч. Ставь его в мое приемное гнездо и я сделаю его острее и прочнее. Ты можешь поместить в меня все, что только захочешь. Лара же пока нашла оригинальный USB разъем для ключа и рискуя жизнью сразу же сообщает Манфреду. Ключ вставляют не туда. Или сделаем по-моему, или соберемся здесь перед следующим парадом планет в том же составе. Скажем, через пять тысяч лет. И так как Манфред с юношества не имел достаточного внимания от женщин, видя перед собой девушку с шикарным передним бампером, не может отказать и отдает ключ. Не думая, что Ларка тупо звездит, чтобы не позволить ему заполучить обломок. А следующие пять тысяч лет он явно не проживет. Но Ларочка выбрала самый сложный вариант и вставила ключ, решив, что будет проще выкрасть обломок у вооруженной банды, чем просто промолчать, чтобы Манфред вставил ключ не в тот разъем и ушел с пустыми руками. После чего пердуны забыли бы про шайтан-треугольники на пять тысяч лет. А там уже, глядишь, и другие проблемы подъедут и будет совсем не до треугольника. Земля гибнет. Наша задача укоротить эту планету. И в следующую минуту даже сама судьба и физика намекает, что лучше не доставать треугольник. И качелька начинает замедляться. Но Ларчик раскачивает полутонное бревно, игла пробивает сосуд, после чего советский полимер приносит обломок треугольника, который Ларочка благодаря слепотех робосомников оперативно подрезает. Хотя вроде Манфред приказывал одаренному следить за Ларой Воба. Джолиус, запомните, убьете мисс Крофт, если она будет мешать нам. Да, сэр, мистер Пауэлл. А мы черные люди одаренные. Ну а антипиздец в ОМОН древности продолжает удивлять. Непонятно, зачем заколдовали големов мочить всех в храме после того, как обломок уже будет изъят, а не сразу, как кто-то войдет в пещеру. Имея в распоряжении магию, которым можно оживлять камни, антипиздец в ОМОН сделали им прочность сухого доширака, и големы рассыпаются от удара ногой. Еще и наносят удары мечами с такой скоростью, что за время замаха можно сгонять за пивком. Хотя если бы антипиздец предусмотрел блокировку храма, то все тут бы и закончилось, если бы еще големам вместо мечей выдали оружие получше. Лук и стрелы. Или войско железных солдат. И когда рядовые каменные боты не вывозят, к разборке подключается главный босс локации. И так как Ларе срачняк нужен миллион опыта на прокачку интеллекта, она решает не следовать примеру хромосомников, перегруппироваться из храма нахер, а вступает в боль. И после быстрого урока физики, что пистолетные пули бесполезны против скалы, Ларочка закапывается слюной супермена, и ударом ноги меняет траекторию движения полутонной балки. И босс ловит критический дамаг. Прокатившись на горгули до выхода, Ларка валит без намека на преследование хромосомников, и только Бонд зашарил до погони. Но так как Ларочка для него все еще как Минералочка после похмелья, дальше семейной ссоры ничего не пошло. Я тебе открою правду. 15 сантиметров и смазливые личика. 18. Нету там 18. И так как глубина была небольшая, Лара нехило шваркнулась головой о камни, и когда ей достаточно уничтожить свой обломок, чтобы хромосомники никогда не собрали треугольник, она в лесном спа-санатории узнала по режиссерским каналам номер Манфреда и забивает с ним встречу. Устроим деловую встречу. Приезжайте в Венецию. До встречи. И все только для того, чтобы иметь возможность получить второй обломок и уничтожить уже оба, не подумав, что ее убьют сразу, как только она отдаст им обломок, и что в этом нет смысла, так как без одной половины другая бесполезна. Сценарий просто улет. Хороший сценарий. Ну и пока готовится экспедиция в Сибирь, Лара тайком пробирается к Бонду, но не для того, чтобы обезвредить вражеского гида и археолога, который может спутать ей все планы, а только для того, чтобы понюхать его свежевымытый огурец. Баба, говорят, чума. Не ты ее нюхаешь, а она тебя. И приходит Ларочка к ромосомникам с первым обломком, прихватив для усиления только дрищеватого айтишника, а не Джона Вика или мистера Смита. И не расстреляли Джоли прямо тут, и не появилась ставка с Эшем. Такие сиськи пропали. Только благодаря тому, что Манфред решил использовать Лару для нахождения второго обломка, так как понял, что Бонд лошара-любитель, и в храме чуть не запорол все дело. Один гробокопатель хорошо, а два лучше. А теперь плакали мои денежки. И клан хромосомников видать крышует Министерство обороны РФ, раз смогут арендовать военные вертолеты. Еще и договорились с русскими военными, чтобы их пропустили в Сибирь. И когда до следующего цикла парада планет было меньше суток, только в течение которых можно получить вторую половинку шайтан-треугольника, разгадав для этого ХЗ насколько сложную головоломку, хромосомники решили лететь из Венеции в Сибирь не на самолете, а на вертушке постоянно дозаправляясь. А далее вообще пересели на собак, вместо того, чтобы долететь до пещеры на вертолете или притащить с собой снегоходы. И в антипиздецовый ОМОН точно брали самых отбитых на голову. Построили ледяную стену, которая ломается после одного удара в колокол, который непонятно на кой хрен прямо перед стеной и повесили. Зато были очень хозяйственные, и для будущих археологов оставили в храме включенный джакузи, который создает комфортную среду, чтобы все могли заценить И вот, благодаря тому, что хромосом дивизия добиралась сюда на максимально медленном транспорте, начинается затмение, которое активирует механизм, что в разы усложняет поиски USB разъема. И пока слепые хромосомыши занимаются групповым суицидом, кто, если не ларочка, находит нужное отверстие, просит бывшего кинуть ключ, проходит аунтификацию и отправляется во временное измерение, откуда возвращается со вторым обломком, после чего спокойно отдает его хромосомникам. Вот так. Чего, блять? Вот так. Батёк попросил её уничтожить шайтан-камень, а она, наоборот, принесла его на блюдечки. Как он? Ты чем думала, мать твою? Ясно. И так как у Манфреда свои злодейские планы на шайтан-камень, он прописывает главному иллюминату вечно успокоительное. Пробует склеить треугольник, но нихрена не происходит. И тогда Манфред едет кукухой и с нифига решает, что Лара в курсе, как починить треугольник. А чтобы она быстрее соображала, придаёт ей мотивации, прирезав Бонда. Покажите, как соединить половинки. И время пойдёт вспять. И интуиция Манфреда не подвела. Лара просто с потолка догадалась, что в часах находится третий элемент треугольника, кидает часы во временной вихрь, уже зная, что он разберёт часы на составные части. И когда неизвестна процедура становления администратором шайтан-треугольника, Манфред собирает его вместе с Ларой, после чего камень переносит их в другое измерение и заставляет устроить соревнования на полмили в гору. И только благодаря тому, что Ларкины шары во время бега создавали вибрацию и дали ей больше импульса, она выигрывает и становится администратором машины времени. Чего бы не произошло, если бы Манфред собрал треугольник без помощи Лары. Ну или, если бы имел буфера побольше Ларкиных. И заполучив пак временных читов, Ларчик отматывает время, чтобы спасти своего любимого алкоголика. Разворачивает нож, чтобы убить Манфреда и уничтожает шайтан камень. Правда не подумала поднять нож чуть повыше, чтобы он сразу залетел Манфреду в глаз. А так Манфред только ловит ранение в плечо, отчего его хромосомотряд просто сваливает, не зная, что ранение в плечо не так смертельно, чтобы прощаться с боссом и искать себе новую работу. Нас за это уволят. И нет бы взять с них пример и после похоронного выстрела в голову Манфреда пойти с британским алкоголиком накидываться в бар, Лара решила помериться с Манфредом калибрами. Но тут же переходит на рукопашку, вспомнив жизненное кредо Джокера. Пистолет слишком быстро, не успеваешь насладиться, получить удовольствие. И вот оно настоящее равноправие в действии. Правда из-за разницы в весовых категориях Лара огребает как Мстители от Таноса. Но пока Манфред делал разминку плеча и подбирал свой пи***кий складишок, ведь настоящие мужики носят только такие ножи, Лара восстановила силы и серии точных ударов по корпусу и контрольным в кадык отправляет Манфреда в мир игры престолов. Ну а древние снова перепутали таблетки для мозга с кокаином, все напутали и нашаманили храм на самоуничтожение после уничтожения треугольника, а не в тот момент, когда сюда только кто-то зашел и стал бы этот храм для Ларочки вечным склепом, если бы не лучшее такси Яндекс.Лайки, которые с тарифом ждем до победного, продолжали ее дожидаться, когда на них рушилась пещера. Ну и после спасения человечества Ларочка возвращается домой, где айтишник опять влупил пару лямов зелени в робота и Лара идет его расстреливать, хотя после пещеры должна была закупиться алкашкой в красном и белом, пойти к лучшему литербольщику земли и поиграть с ним в шутер. Не ты ее нюхаешь, а она тебя. Субтитры сделал DimaTorzok